здравствуйте товарищи собственно по какому поводу мы сегодня с вами собрались а тема ребят сегодня такая она к сожалению вот я опять же свои ролики надо просматриваются на предмет ошибок или каких-то каких-то погрешностей и обратил внимание что из последних четырех роликов я поднимаю одну и ту же тему всегда это с одной стороны покажется наверное что удалось мне нечего сказать условно но есть к сожалению 2 варианты есть понимание того факта что ребят но это правда это правда проблема для меня для меня очень серьезная да то есть грубо говоря если человек с хорошими рецепторами разбирается где это будет проблема обыватель в массе своей наверное конечно этих нюансов не замечает ну или условно или условно если выпиваешь всего лишь одну бутылочку за вечер одну ты забываешь то что было три дня назад или неделю если у тебя три одинаковых образца например на вечер ну так совпало не нужно вечер на в течение дня ты пьешь то ты эту разницу уже в принципе должен заметить если тебе особенно кто-то на это укажет обрати внимание ты наверно заметишь и у нас сегодня значит да мы хочу эту тему еще раз поднять и может быть надеюсь что все-таки закрыть проблема в чем значит у нас сегодня мы один из первых наших дегустационных роликов это было соответственно российская игристая мельстрим вот этой золотая коллекция до в резервуарные методы картоформе то есть соответственно то есть не классический метод все понятно поэтому в принципе к нему не может быть претензий за 300 рублей как мы говорим да и я помню восхищался значит соответственно этим образцом и что же что мы сегодня попытаемся сделать ребята навело навеяло мне что то что буквально три дня назад я пробовал точнее по прикупил очередной ящик фанагории крюлемонт а мы собственно и только эти два производителя и рассматривали в наших выпусках до фанагории и мельстрим то есть грубо говоря соседи в том числе допустим них коллаборации там совместно но это не суть вот и что было правильно понятым с одной стороны я восхищался многим образцами не восхищался отдавал должное особенно согласно ценнику образцам мельстрима до некоторым то есть очень показались мне по первому разу очень интересными но потом к сожалению через раз через раз оказалось что меня стали эти образцы не так сильно радовать что называется вот и с фанагории приблизительно произошла та же самая история мы купили крюлемонт каберне-совиньон 16 года и получилось так что первая бутылка этого образца о чем я говорил не оправдала надежд какой-то она очень простенькая несерьезная была вот а вторая значит была вот с прекрасным вот этим местным тоном о чем мы говорим чтобы то что мы пытаемся найти его в красных винах и и постоянно идет вот это вот так называемая русская рулетка к сожалению получается у всех производителей причем я помню когда я дегустировал и занимался молдом молдавским виноделием и у них там есть два или три кита еще оставшихся советских времен комбинаты крикова и пуркарь пуркарь казалось бы монстр с технологиями и конечно молдавский вина в принципе они очень серьезно и очень интересно это это правда но помню словов с пуркарем даже претензии предъявляли через меня представитель дистрибьютор который поставлял мне образцы ходил в представительстве в магазин непосредственно фирменный пуркаря с претензия то что вино грубо говоря испорчено те не верят и его в итоге сами проверили сделали там дегустацию пробную за закупку на самом заводе так она оказалась сожалению вот поэтому значит русская рулетка заключается в чем значит мы восхищались конкретно этим образцом а я говорил что очень важно читать соответственно да на контр этикетки дату дату производства до непосредственно число месяц ну вот это и понятно из и пытаться братья образцы которые да мы говорим понравились но проблема в том что что такое картофор да это большая скажем железнодорожная цистерна размером условно да и в котором происходит вот это ускоренное брожение и естественно как и с бариком то есть закончилась цистерна да взяли значит вторую это понятно и поэтому выпуски эти тиражи например там по 1000 бутылок разлили из нее там и емкость там 300 литров например да потом следующая партия там по мере надобности и спроса поэтому значит что меня смущало меня смущало последние разы при том что вот даже в магазинах мильстрим мне уже говорили что как это не знаю с одной стороны приятно с другой стороны у именно хочется быть честными перед людьми доносить и если мне понравилось чтобы они грешили не на меня что я ему рассказал что вот это классный образец а что было понимание вот этого процесса и меня последнее время немножко разочаровывало вот в этом образце то что то что не очень во-первых ярко выраженный перляж да то есть игра пузырьков в принципе если хороший виноматериал до игристая получается ближе к сухим вином по ощущениям пардон не сухим а к тихим вином да не игрестом вот ну газация понятно здесь газация она искусственная то есть в отличие методы шампануаз традиционного до с выдержкой вторичным брожением бутылки здесь соответственно именно углекислота извне поэтому она не такая устойчивый достаточно быстро в теории и иссякает вот последние образцы были не очень и вот мы смотрим эту рулетку дату взяли образец и посмотрим такой же он классный и прекрасный как в прошлый раз или нет и вот видно что перляж данном случае вот нам блин повезло что значит русская рулетка перляж достаточно тоненький мелкий и он реально есть а предыдущие образцы были с крупными с крупными пузырями вот видно что не усвоилась углекислота вот поэтому не такой интенсивный как в прошлый раз ну тем не менее в принципе приемлем достаточно посмотрим что у нас соответственно со вкусом опять повезет нам не повезет но нос остался такой же в общем то достаточно что говорили как 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 что как преимущество как хорошая сторона это отсутствие дрожжевого явного запаха он таковой и остался вот нормально и даже горит ощущение минеральности она тоже здесь присутствует вот перляж нравится вот неужели нам и вкус понравится даже интересно русская рулетка лотерея да ребят нам повезло рулетка русская сработала на этот раз вот почему так то есть мы могли бы сейчас покритиковать образец вот то что мне попадалось последние несколько недель а вот это прекрасный как и собственно в прошлом отзыве поэтому непосредственно получается что я сейчас поеду вельстримовский магазин в котором был условно вчера и возьму соответственно именно вот это вот именно вот это буду искать партию именно такую я их ли скорее всего мне как в целом в целом конечно повезет в том плане что вот эти ящики будут удачные потому что все для картофор это не него не то что мы говорим мне как раз не не тихие вины красные там вот то что на щепьем мельстриме и в дереве вот здесь немножко другая специфика поэтому разница разница в качестве образцов она такая нивелированная а вот с красными там немножко повеселее ладно ребята вот в общем собственно есть что хотелось сказать надеюсь я вырыз свою точку зрения в этом плане выразил вот что было понимание процесса что вот раз на раз образцы не приходится это к сожалению такая данность вот но в лотерею в русскую мы сегодня значит сыграли победили и я доволен результатом ибо мне вкусно все товарищи до новых встреч до свидания